Приветствую вас. Внимательно ознакомился с тем, что вы написали. Пишите вы, что вы всегда пытаетесь угодить всем, всегда улыбаетесь, пытаетесь ответить как можно весливее, не можете отказаться. А как отец вы избавился, спрашиваете вы, и далее вы пишите, что в общем-то вы и на людях себя ощущаете не такой, какая вы есть, что вам кажется, что у тебя на вас мудрость, и дальше вы пишите, что ощущаете агрессию по отношению к людям, которые вас... ну, которые кажутся вам самоуверенными. А вы знаете, Елена, вот проблема такого ощущения в том, что вы не доверяете своим желаниям, что вы не уверены в себе, что вы сомневаетесь в себе, что вы зависите от мнения людей. И здесь на самом деле, на самом деле, возникает целый ряд проблем. Во-первых, это сфера отношений с родителями. Потому что, поскольку вам 19 лет, то, думаю, отношения с ними у вас достаточно свежи. Они что-то вам дали не так, неправильно, что заставило вас вот так себя вести. И что-то в их отношении к вам сформировало у вас соответствующее поведение. То есть, они вам внушили, что вот попытка постоянно всем угождать, там, улыбаться, быть хорошим покупателем и прочее, это единственно правильная модель поведения. Но правильно. Для кого? Правильно. Для них. Для ваших родителей. Не для вас. И отсюда, 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 несложно сделать вывод. Все родители дали вам это для чего-то. Они такое отношение к людям вас воспитали для чего-то. Так им было нужно. Конечно, они сделали это, наверное, не особо, если только не было откровенной нелюбви к вам. Но, скорее всего, они сделали это искренне желая вам счастья. Искренне мечтая, что, ну, что у вас таким образом все будет хорошо. И их ошибка, вот эта ошибка, она на самом деле для вас оказалась фатальной. И вам нужно перенаживать свою модель поведения. Для начала, естественно, нужно понять, а к чему стремились ваши родители, когда прививали вам такого рода поведение. Чего они хотели? Для чего им это было нужно? Вот это, послал, первая и самая главная задача. Вторая задача, определить, в чем не уверены лично вы. На лицо комплексы, на лицо сомнения в себе. И комплексы, и сомнения в себе, сомнения в себе, в принципе, легко поддаются работе с психологом при должном отношении к этому. То есть, если вы согласитесь, если вы готовы работать над собой, если вы готовы со своими комплексами бороться, то помочь вам можно. Потому что комплексы сами по себе есть что? Сами по себе комплексы – это отсутствие понятия, истинного, правильного понятия о том, что происходит с вами. Соответственно, приобретение этого понятия является первостепенной задачей. Вторая задача в борьбе с комплексами заключается в том, чтобы преодолеть, а если сказать правильно, то осознать причинно-следственную связь между первичным переживанием, касающимся того, в чём вы сомневаетесь, того, чего вы, может быть, боитесь, и невозможностью его выразить. То есть, это первый момент, и второй момент – это то, что, как бы вот, когда у вас было первичное переживание, условно говоря, в этот момент имела место быть достаточно сильная эмоциональная нагрузка. и эмоциональная нагрузка объединила, по сути дела, все элементы ситуации, которая была тогда. И теперь, каждый раз, когда вы сталкиваетесь с каким-то элементом данной ситуации, например, оказываетесь в людьмом месте, вы запускаете механизм этого самого комплекса, который и мешает вам жить. Соответственно, нужно убрать в вашем восприятии наличие причинно-следственных связей между этими элементами. По сути дела, отграничить само перечисление от этих элементов. Элементы никак не связаны с тем, что вы чувствуете. И если, например, когда-то вы ощущали определенное переживание при также определенных совокупных ситуациях, совокупных элементах, то на самом деле это было чисто случайно. В действительности эти элементы не имеют никакого значения для комплексной ситуации, для проблемной ситуации. Но вы сами, вы сами, к сожалению, как бы этого не осознаете. И поэтому любой из элементов, которых попадает в список, в перечень тех первичных, что были в вашей ситуации, в которой вы не выразили свои эмоции, запускает механизм переживания. И вот это первый, это вот такой, можно сказать, алгоритм работы с комплексными ситуациями, с комплексами, в частности с комплексами. Соответственно, вот вам принцип решения вашей проблемы. Вам остается только взять его, этот принцип, и начать с ним работать. По поводу агрессии в отношении людей, у которых есть больше уверенности, чем у вас, здесь нужно сказать так, что, ну, во-первых, вы сами сказали, что советуете этим людям. Зависть, по сути, и порождает это чувство. В зависимости для того, что вы хотели быть так, как они, но у вас не получается. Для того, чтобы быть так, как они, нужно для себя и условия соблюдаться, которые соблюдают они. А пока условия вы не соблюдаете, вы и не сможете быть такими, как они. А чтобы соблюдать эти условия, вам нужно озаботиться личностным ростом. Вам нужно озаботиться повышением своего кругозор. Работа над своими слабыми сторонами для начала очерчения их, четкое очерчение своих слабых и всеми сторон. чтобы вы знали, с чем же вам собственно говоря предстоит работать, с чем же вам собственно говоря предстоит сталкиваться. И вот только так можно избавиться от этих комплексов. Не буду от вас скрывать, это достаточно серьезная работа, но ее можно сделать относительно легко, потому что все-таки вам всего 19 лет, в этом возрасте такого рода действия проходят достаточно легко. Главное ваше желание, желание работать, и я думаю, что все будет в порядке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Надеюсь, вы примете верное решение. Надеюсь, вы выберете эксперта на нашем ресурсе и начнете с ним работать по тем направлениям, которые я вам только что описал. Всего доброго. доброго.